Пора думать так. Это среда, где я могу расти и развиваться. Здесь меня будут призывать стать частью команды и использовать свои дары, вместо того, чтобы просто сидеть на скамейке запасных. И в такой почве вы сможете возрастать, вы можете расти, только если вы посажены. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда он умер, я потерял не только отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришёл, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться ним с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди, и вы победитель в жизни, потому что в вас живёт Иисус. Моя тема сегодня — быть посаженным, чтобы цвести. Если вы делаете заметки, запишите себе два слова — посажен и цвести. Вы должны быть посаженными, чтобы могли цвести. Собой на сцену я взял вот этот цветок. Я недавно купил его в магазине. Мне очень нравится выращивать цветы и деревья. Я люблю наблюдать, как они растут. В растениях мы видим аллергию на нашу христианскую жизнь. Я бы сказал, даже не все аспекты жизни. На наши эмоции, на нашу зрелость, как по возрасту, так и в отношениях. На нашу способность решать конфликты. Это на самом деле строится на тех же принципах, которые мы видим в растениях. Когда я наблюдаю за тем, как растёт цветок, насколько свежими выглядят его листья, я понимаю, что это результат влаги на почве, результат среды, в которой он растёт, и того, что он посажен там, где ему даётся сила для роста. И то, что вы делаете сейчас, вы справно посещаете церковь. Вы спрашиваете Бога о том, какова его воля для вас. Вы советуетесь с ним во всём. Этим вы создаёте нужную почву для роста. Если у вас есть Библия, откройте первый псалом. Мне нравится перевод «Третий месседж». Он звучит так. «Как сильно должно быть, вы нравитесь Богу». Вы нравитесь Богу, церковь. Он не просто любит вас, вы ему нравитесь. Там говорится, вы не ходите в грязные бары и не ступаете на путь, ведущую в никуда, и не пребываете в общении с лукавыми людьми. Так говорится в переводе в «Третий месседж». Но вместо этого вы наслаждаетесь Словом Божьим и насыщаетесь Ним день и ночь. Те, кто приходит на разбор Слова в середине недели, это те, кто желает глубже познать Бога. Служения в выходные — это хорошо, но я хочу больше. Скажите «хочу больше». И так там сказано. «Они насыщаются Словом день и ночь. Они, как дерево, посаженное в Эдеме, приносят свежие плоды каждый месяц. Ни один лист которого не вянет. Они всегда цветут. Кто из вас хотел бы цвести всегда? Слово «цвести» означает иметь успех, иметь благоволение, переживать обильный рост, здраво и правильно развиваться. Так Библия описывает тех, кто в Доме Божьем, кто следует Божьему плану для их жизни. Они подобны деревьям в Эдеме, которые всегда цветут. На них всегда листья. Они всегда зелены и свежи. Они всегда приносят плод. Они цветут. Пора нам быть посаженным, чтобы начать свести. Я хочу рассказать вам историю о парне по имени Тед. Для начала я нарисую вам Теда. Глазки, носик, улыбочку и волосы. Я знал Теда в колледже. Он вырос в очень нестабильной семье. Они вечно переезжали. Сейчас я вам его нарисую. Они вечно переезжали, меняли работу, меняли церковь, но Тед имел что-то внутри. Так, сейчас я его полностью нарисую. Он очень хотел стабильности, потому что видел в своей жизни, к чему приводят эмоциональные решения. Бросание из крайности в крайность. Он хотел быть посаженным в определенную почву и пустить там корни. И вот Тед пустил корни в колледж. Он рассказал мне свои цели и мечты. Он говорил, я хотел бы жениться на правильной девушке, хотел бы быть хорошим отцом, быть лидером в церкви и пользоваться уважением. Хотел бы иметь хорошую работу и процветать, чтобы благотворить. Он рассказал мне свои мечты, но в Теде было то, что повторялось снова и снова. Он повторял образцы поведения своих родителей. Если Тед начинал отношения, они не длились больше одного-двух месяцев. И потом он бросал эту девушку. Всякий раз, когда он начинал служить в какой-то церкви, он на кого-то обижался и уходил из нее. Если он находил работу, и там ему приходилось работать не больше сорока часов в неделю, он тут же увольнялся. Постоянно происходило то или это. И он все время уходил. При этом вот это был план. Он хотел процветать. Он хотел быть успешным, строить здравые отношения. Он хотел, чтобы его знали как верного человека. Но его план не срабатывал. Все было как раз наоборот. Он делал все по-своему, ведомый своими чувствами. В церкви много людей, подобных Теду. Единственный способ, чтобы план Теда сработал, состоял в том, чтобы Тед был посаженным. Ему нужна была правильная почва. В английском языке получилась игра слов. Но он хотел процветать. Он хотел, чтобы у него все получалось. Он хотел, чтобы его план План Теда. План Теда. Очень сработал. Ему очень этого хотелось. Я нарисую вам дерево. Вот такое у нас получилось симпатичное деревце. Мы видим, какая густая у него листва и ветви. Но мы не видим корни, которые находятся глубоко в почве. Любое крупное дерево имеет очень большую корневую систему под землей. Представьте, если бы дерево было как Тед, или даже мы нарисуем его без листьев, один ствол. И это дерево мечтает о том, чтобы цвести, приносить плоды, всю жизнь, и быть известным, как плодоносное, цветущее дерево. Но всякий раз, когда поднимался шторм, молнии, грозы, начинался сильный дождь. Дерево говорило, что там мне не нравится. Это почва. Пойду, я найду себе другое место. Может, перееду в Калифорнию, в Сан-Диего. Там тепло и приятно. И вот дерево оказывается там. Но через время оно решает. Я не большой любитель Тихого океана. Перееду я ко во Флориду. Потом ему не нравится и там. И дерево переезжает в горную местность. И всякий раз, когда оно переезжает, его корни так и не успевают закрепиться. А если корни не опустились глубоко, оно не может принести плод. Потому что любой плод, который вы видите на дереве, это результат того, что корни пущены глубоко в почву. Невозможно процветать, если вы не посажены. Пока вы делаете все по-своему и уходите всякий раз, когда вам не хочется быть в церкви, когда вас кто-то обидел. А это может произойти в любой церкви, куда бы вы ни пошли, потому что церковь — это люди. Все люди, так же, как и вы, склонны ошибаться. И в каждой церкви есть пасторы. Они так же люди, и они тоже могут ошибаться. Я тоже не всегда делаю правильно и совершенно. Если мы будем поступать как ТЭД, раздражаться и уходить, если перестанем ходить в церковь, когда нам что-то не понравилось, то мы не увидим роста. Мы можем возрастать, только если мы посажены. Приходите, чтобы отдавать, чтобы самим принимать участие. Вы очень нам нужны. У нас в церкви так много важных служений и проектов, и нам так нужны мужчины и женщины, которые будут готовы подставить плечо и стать частью этого. Вам нужен наставник? Вот я. Нужен учитель? В детскую церковь? Я готов. Кто из вас хотел бы цвести в этом году? Давайте поговорим о том, что значит цвести. Что обозначает быть посаженным? Во-первых, это значит быть в правильной среде, в среде, где вы можете быть здоровыми и расти. Кого-то из вас Бог привел сюда из других мест, где была для вас неправильная среда. Но сейчас вы здесь. Не думайте о том, что вам нужно уйти. Вы в правильной среде. Пора думать так. Это среда, где я могу расти и развиваться. Здесь меня будут призывать стать частью команды и использовать свои дары, вместо того, чтобы просто сидеть на скамейке запасных. И в такой почве вы можете возрастать, вы можете расти, только если вы посажены. Итак, первое. Быть посаженным в правильной среде. Второе. Получать правильные питательные вещества. Деревья и растения растут не только из почвы. Им нужен солнечный свет и вода. Баланс солнечного света и влаги. Вы должны получать питание каждый день. Вы должны погружаться в Слово. Уделять время для того, чтобы читать Слово. Слушать проповеди, подкасты. Слушать здравое духовное учение. Если вы из тех людей, кто считает, что вы и так уже всё знаете, и духовно достигли своего пика, узнали всё, что можно узнать, то вы как раз относитесь к моей целевой аудитории. Потому что если всё ещё вы дышите, у Бога есть чему вас научить. Если вы всё ещё живой, Бог желает открыть в вас ещё что-то и наполнить вас познанием Его. Поэтому преодолейте свою гордыню и эгоистическое мышление и осознайте, что вам ещё есть чему учиться. Третье. Нужно содержать почву в хорошем состоянии. Каким бы чудесным и мощным не было Слово Божье, если ваше сердце полно критики и цинизма, то Слово влетит в одно ухо, а вылетит в другое. Кто ответственный за почву нашего сердца? Мы. Мы отвечаем за почву наших сердец. Поэтому в притчах глава 4, стих 23 сказано, чтобы вы хранили своё сердце. Почему? Потому что всё, что происходит в вашей жизни, протекает из вашего сердца. Если эта почва тернистая, то там деревья не растут. Иисус остолковал, что тернистая почва — это люди, наполненные горечью. Они держатся за прошлые раны, причинённые им в их прошлой церкви. Пастор поступил не так, или кто-то вас обидел. Пока вы будете держаться за горечь прошлого, вы не можете наслаждаться ростом и процветанием от Бога в настоящем и будущем. Когда вы посажены, вот что происходит. Во-первых, вы растёте. Псалом, глава 91, с 13 по 15 стих. Мне очень нравится это место. Написано, «Праведник, повернись к своему соседу и скажи, «Я праведник». Церковь, что делает нас праведными? То, что совершил Иисус. Не наши добрые дела. Исайя говорит, что наша праведность, как запачканная одежда в глазах Божьих. В одном из переводов это переведено более ярко. Я не стану этого произносить. Наша праведность — это не наши добрые дела. они не делают нас праведными и святыми, но вас делает праведными то, что Иисус совершил на кресте. И я смотрю сейчас на множество праведников, ведь вы уверовали не свои добрые дела, но в кровь Иисуса, пролитую на Голгофе. Если веришь в Иисуса, скажи, «Я праведник». Праведный означает правильное положение перед Богом. Бог смотрит на меня и видит сына или дочь, не тех, кто совершил много грехов и много ошибок, но Он видит тех, кто готов процветать. Праведник цветет, как пальма. Пальмы гибкие. Когда вы стали частью этой церкви и находитесь здесь уже долго, пустили корни, вы приносите плоды. Я хочу обратиться к молодым родителям. Мы с женой, молодые родители, у нас маленькие дети. У кого из вас тоже есть маленькие дети? Такие малыши, карандаши. Вы только выигрываете, если будете приводить их в церковь. И они от этого только приобретут. Мы с братом выросли в церкви, и мы не были теми, кем мы есть сегодня, если бы не пасторы детской церкви. Если бы не служители в яслях и учителя в воскресной школе, если бы не наши подростковые и молодежные пасторы, вы позволяете себе и своей семье быть в доброй почве и постоянно расти. И когда вы становитесь частью общины, вы обретаете отношения, которые приносят вам жизнь. И вы становитесь частью большой семьи. В церкви вы находите отношения, которые приносят жизнь, и становитесь частью семьи. Церковь Победа — это не просто толпа, это семья. Если вы новый человек в нашей семье, добро пожаловать. Вы только что унаследовали духовных сыновей и дочерей, матерей и отцов, и даже бабушек и дедушек. Повернитесь к соседу и скажите, «Добро пожаловать в семью». Мы — фамилия. Мы — семья. Вы — моя фамилия. Да. Микаса. Сукаса. Вы обретаете отношения, которые приносят вам жизнь, становясь частью общины. Начинает происходить что-то невероятное, когда вы обретаете отношения в вашей новой семье. Кто-то скажет, «Пол, я еще ни с кем не познакомился. Никто не знает моего имени, и я не знаю ничьих имен. Ты, главное, оставайся. Будь постоянным, и у тебя все получится». Ты можешь записаться в малую группу и стать ее частью. Это поможет тебе утвердиться в этой почве и пустить корни. Уверяю вас, вы сможете обрести невероятные отношения в этой общине. По моему субъективному мнению, люди в Церкви Победа, самые добрые, самые милые, щедрые, самые невероятные, полные веры, полные Духа Божьего, нацелены на миссию. Если вы новый человек, добро пожаловать в нашу семью. Третий пункт. Когда вы позволяете себя быть посаженным в другую почву Церкви, вы находите место, где вы можете служить другим и влиять на других людей своими дарами. И так, когда вы посажены, вы находите свою общину, свой круг общения и начинаете расти. Корни углубляются, и вы приносите плод. Вы уподобляетесь Иисусу, развивая в себе терпение, доброту, сострадание, и находите для себя место в Церкви, где можете служить. Кто-то из вас очень занятой человек, но, возможно, Божий призыв для вас — это посещать Церковь, жертвовать и молиться, когда вы приходите в Церковь. Это духовное призвание. Вы говорите, «Пол, я не уверен, что у меня есть 3-4 часа в неделю, что я могу приходить на служение раньше, чтобы приветствовать людей, но я могу приходить и быть верным в десятине и приношениях. Я хочу быть частью Дома Божьего и делать свой вклад, а не просто получать и потреблять, потому что рожденный свыше, верующий, не только принимает, но высвобождает Божью любовь через свои дары и таланты». Даниила, глава 11, стих 32. В конце этого стиха говорится, «Люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать». Те, кто знают Бога, усилятся и будут совершать великие подвиги. Когда вы знаете Бога, вы становитесь духовно сильнее и начинаете творить великие дела. Когда вы посажены в Доме Господнем, вы цветете. Вы в старости приносите плоды. Вернемся к 91-му псалому с 13-го стиха. Я хочу прочитать вам этот отрывок из Писания. Итак, «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру, наливание». Обратите внимание на следующий стих. «Насаженные». Скажите, «Насаженные». Давайте вернемся к тому, что я рисовал на доске. Посмотрите на эту доску. «Насаженные» в Доме Господнем. Они, скажите это слово, «цветут», «процветают», «переживают обилие благословений» и «обильный рост», «становятся зрелыми во всем», «обретают здравую зрелость». Они цветут во дворах Бога, насажденные в Доме Господнем. Я не знаю, через что вам приходилось пройти, но я знаю, что именно для этого времени Бог поместил вас сюда. Может быть, я не тот, кого вы ожидали увидеть в качестве своего пастора. Я нормально к этому отношусь. Я не принимаю на свой счет. Но я хочу, чтобы вы спросили Духа Святого. Дух Святой, «Ты призываешь меня быть частью этой семьи? Если да, то я готов закрыть глаза на то, как я бы это сделал и как я это вижу». И я хочу внести свой вклад в то, что ты делаешь в этой церкви, в этом видении, в этой миссии, любить Бога и людей и переживать силу Святого Духа и высвобождать наши дары и таланты, чтобы строить Царство Божье в Талсе в это время. Мир ждет, когда пальмы и кедры ливанские начнут расти. Мир ждет мужчин и женщин, как вы. Мир ждет откровения сыновей и дочерей Божьих. И когда мы посажены в Доме Божьем, а как мы это делаем? Мы принимаем решение быть постоянными и приходить в церковь, если только вы не уехали в отпуск или не произошло что-то экстренное. Но если вы в Талсе, приходите в Дом Божий, вместо того, чтобы оставаться дома и смотреть онлайн-трансляцию. Будьте частью всего того, что происходит вживую. Мы любим тех, кто нас смотрит онлайн. Но если вы живете в Талсе, мы ждем вас здесь. Если вы живете неподалеку от города, если у вас есть бензин, чтобы доехать до церкви, то приезжайте в церковь. Приезжайте не просто, чтобы получать, но чтобы отдавать. Вы нужны нам. У церкви есть много важных служений и проектов. И нам так нужны мужчины и женщины, которые будут готовы подставить плечо. Вам нужен наставник? Вот я. Нужен учитель в детскую церковь? Вот он я. Однажды я столкнулся с семьей, которую я много раз приглашал в церковь. Но они так и не пришли. Они, как и Тед, хотели увидеть в своей жизни все эти потрясающие вещи. Благословенный брак, чудесную жизнь и иметь финансовое благословение. Но они не закрепились ни в одной церкви. Их семье вообще трудно было проявить стойкость. Прошло 8 лет, и они столкнулись с ужасной ситуацией. В это время я снова встретил их и пригласил вернуться в церковь. Они вернулись в этом году, и это будет их лучший год, если они будут тверды в своем решении, если будут стабильны, они обидчивы, если они примут решение быть насажденными в Доме Господнем, если будут каяться и прощать своих обидчиков. Тогда они станут приносить плоды и в этом сезоне, и в следующем. Давайте все встанем, скажем вместе, посажены, чтобы расти. Послушайте, когда вы посажены в почву, будьте готовы, что Бог будет вас обрезать. Насажденные в Доме Божьем могут перенести, когда их обрезают. Были бы у меня ножницы, я бы попытался обрезать ветви этого дерева. Представьте, что рядом с деревом стоит Иисус. В Его руках ножницы, и Он говорит, «Я хочу обрезать излишнюю религиозность, которую ты носишь в себе. Ты осуждаешь людей. Давай это обрежем. И эту рану, которую ты лелеешь. Ты насажден в церкви. Ты часть этой семьи, но ты очень холодно относишься к некоторым людям. Давай и это обрежем». Обрезание — это не что-то плохое. Это точно вам в пользу. Кто-то из вас очень долго верит и служит в церкви, и вы делаете это много лет без перерыва, несознательно. У вас развилось мышление Марфы. Иисус говорит, «Я хочу, чтобы ты посидел хотя бы два месяца и успокоился у моих ног, как Мария». Я обещаю, я верну тебя в служение очень скоро, но тебе нужен перерыв. Служение уже стало для тебя идолом. Ты стал сравнивать себя со служением, вместо того, чтобы тебя определяли отношения со мной. Это нужно обрезать. Насажденные люди могут перенести обрезание. Они не расстроятся и не психанут. «Все, я ухожу». Они говорят, «Я все выдержу. Бог работает сейчас со мной. Поэтому, если я насажден, я готов к обрезанию, потому что я хочу принести больше плодов». Он это делает только потому, что желает, чтобы вы принесли больше плодов и привели больше людей к Иисусу. Давайте вместе скажем, «Я посажен, чтобы я мог быть обрезан, чтобы приносить плод и привести людей к Иисусу». Я надеюсь, что это послание вдохновило вас быть насажденными в Доме Божьем в этом году, чтобы вам цвести. Мы все хотим иметь чудесную жизнь, быть счастливыми. Мы хотим наслаждаться временем, данным нам на земле. Но мы часто забываем, что принципы счастья, процветания, включают усилия с нашей стороны. Иногда нужно приложить немало труда, особенно если вы непостоянный человек, и вам трудно проявлять стойкость. Но будучи насажденными в Доме Господнем, вы обретаете силу, лучшая почва, когда вы можете быть посажены. Это Дом Божий, это община. Вы узнаете от других людей, они узнают вас и ваши нужды. Станьте частью малой группы. Это очень легко сделать. Если у вас нет своей поместной церкви, присоединяйтесь к нам. Если вы живете в Талсе, мы сделаем все, чтобы вы ощутили себя частью нашей семьи. Мы окутаем вас любовью и молитвой. Я верю, что насажденные в Доме Господнем вы будете цвести. Я приглашаю вас помолиться этой молитвой вместе со мной. Скажите, Иисус, я сдаюсь, делай то, что ты хочешь в моей жизни. Господь, не моя воля, но Твоя да будет. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы молились этой молитвой, я верю, вы спасены, рождены свыше, и пора вам присоединиться к Дому Божьему. Где бы вы ни были, найдите себе поместную церковь. Я благодарю наших партнеров. Без вас мы бы не справились. С нашей поддержкой мы можем достигать людей во всем мире. Спасибо, что помогаете нам распространять послание победы и Божьей воли. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ